Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале Куранмаз Дуньо. В предыдущем ролике мы рассказывали о ментальном теле, о низшем уровне разума, о низшем монасе, где мысли и образы этого уровня ментального тела связаны с жизнью, здоровьем и благополучием его физического тела. То есть все желания, фантазия, представления связаны с телом. Например, какие купить продукты, где купить одежду, какая у кого зарплата и так далее. Да и реклама по телевизору исключительно касающаяся тела, еда, лекарства, одежда и тому подобное. Сегодня мы поговорим о группе высших ментальных уровней, более тонких и легких, где образуются идеи и абстрактные мысли. Сознание, пребывающее на этих уровнях, движется в потоках ментальной энергии высокой вибрации, вне образов и конкретных мыслей. Эта объединенная группа высших уровней называется арупа, или бесформенная, представляющая пятый принцип человека, или высший монас. Являясь бессмертным принципом самосознания, высший монас есть выражение духовного разума человека. По своей природе высший монас тяготеет бесконечному, божественному, свободному, прекрасному, тайному и священному, что открывает ему врата к истинному духовному познанию. Таким образом, соответственно, высшему и низшему уровню ментального плана человек имеет два носителя сознания, или два уровня разума. Поэтому ментальное тело делится на низший разум, или монас, и высший разум, или высший монас. Если быть точным, то под термином тело следует понимать нечто, имеющее форму с определенными границами. Начиная с высшего монаса и далее, носители сознания не имеют определенной формы, и более подходят под описание источника света, имеющий как форму лучей, стремящихся к бесконечности, так и форму поля, аналогичную электромагнитному. Из чего строится наше магнитное тело? Материалом, из которого строится наше ментальное тело, являются наши мысли. День за днем, год за годом, в течение многих жизней человек строит и совершенствует свое ментальное тело. Уделяя больше внимания размышлениям и анализу познаваемого, ментальное тело растет, расширяется, утончается и становится сильнее. Добрые, чистые и напряженные мысли создают ясную, яркую и четкую мыслеформу. Материя ментального тела с чистыми, добрыми мыслями находится в постоянном движении, переливаясь прекрасной радугой сочных цветовых оттенков. Ментальное тело имеет овальную форму, но его невозможно увидеть обычным или астральным зрением, оно доступно лишь зрению духовному. Что развивает ментальное тело? Развитие творческого воображения, логическое, последовательное, ясное и взвешенное мышление, неподдержанное влиянию астральных эмоций, проникнутое бескорыстием, добротой и любовью, насыщает и развивает ментальное тело. Следует бороться с беспокойной и беспорядочной торопливостью ума. Предельно важно осознавать свои мысли, ибо жизнь и судьба человека есть следствие его мыслей. Когда человек управляет своим ментальным телом, он научается думать, когда хочет и о чем хочет. Питанием для своего развития ментального тела являются чистые, уравновешенные, прекрасные и возвышенные мысли, которые нивелируют, а не будоражат животное начало в человеке. Если человек постоянно заимствует мысли извне, заполняя разум чужим мнением, то его ментальное тело становится слабым, ибо не получает роста и развития. Это, например, люди с пеной у рта обсуждают, что говорил один или другой политик. Эти мысли приводят к ослаблению ментального тела, так как мысли чужие. Человек становится тем, о чем он думает, сказано в Упанишадах. Наше сознание – это все. Вы становитесь тем, о чем думаете, ибо мысль и бытие тождественны. Так говорил Будда. Что происходит с ментальным телом после рассеивания его низших проводников – астрального и эфирных тел? После смерти физического тела, сбросив эфирный двойник, затем и астральное тело, человек в своем ментальном теле переходит в низший ментальный мир, называемый восточной традицией небесным древачаном. В этом мире все, о чем думает человек, немедленно воспроизводится в формы, называемые рупа. По рожденной мысли человека эти рупа приносят ему великое наслаждение, являясь продолжением опыта той деятельности и тех переживаний, которые он накопил за время пребывания в плотном мире. Процесс опознания в этом прекрасном мире не существует, но вся жизнь в небесном древачане сводится к осмыслению опыта земной жизни с последующей его кристаллизацией в самосознании. В следующем воплощении физической плотности человек всегда сознательно или бессознательно будет стремиться к тем талантам, дарованиям и способностям, которые теперь уже будут неотменно присутствовать в его душе. Для человека они становятся неким эхо или указателем на то состояние наслаждения и удовлетворения, которое было пережито им в небесном древачане в результате реального воплощения самых смелых своих идей. Продолжительность жизни в небесном древачане зависит от качества ментального тела и кармы человека. После небесного древачана человек поднимается на следующий уровень ментального плана, называемый арупа, природа которого не имеет форм. В этом мире весь приобретенный опыт и все качества человека переходит его в высший монаст, который также называется каузальным телом или телом причин, в соответствии с которыми будут строиться новые тела человека для следующего воплощения в физическую плотность. Это тело является бессмертным началом человека, в котором опыт его индивидуальности будет пребывать до следующего воплощения. Оно выполняет важнейшую роль в эволюции человека, заключая в себе функцию самосознания. Полностью кристаллизованный опыт, ставший неотъемлемой частью самосознания человека, то есть его высшего монаста, в последующих воплощениях расцветет соответствующими событиями, новыми врожденными способностями, дарованиями и талантами. Если человек не отрешился от ложной идеи, что он является собой форму физической, астральной или низшей ментальной материи, то его пребывание в высшем монасте будет бессознательным, как в глубоком сне. Если же человек уже обладает самосознанием, то есть видит свои мысли и эмоции, не отождествляя себя с ними, то такой человек, поднявшийся в высший монаст, будет знать себя как бессмертную индивидуальность, приняв деятельное участие и в жизни этого плана, и в жизни его представителей. Состояние ментального тела в новом воплощении будет зависеть от того, насколько сознательно человек его строил, обогащал, утончал и усиливал в предыдущих жизнях. Безусловно, космический закон причины и следствия принесет урожай в соответствии с посеянным. Итак, еще раз повторю. Ментальное тело состоит из следующих уровней. Низший уровень, структурно входящий в астральное тело, называемый инстинктивным разумом, функционирование которого сводится к инстинктивной деятельности в животной природе человека. Средний уровень, называемый интеллектом, деятельность которого заключается в обслуживании телесной жизни человека или удовлетворении желаний, эмоций, страстей его астрального тела. И высший уровень, называемый высший монас, функции которого сводятся к реализации будущей кармы, формированию будущих низших тел, развитию самосознания и своей бессмертной индивидальности. Первые два уровня, а именно инстинктивный разум и интеллект, называются низшим разумом или монасом. Третий уровень – высший разум или высший монас. Высший монас – есть наша бессмертная индивидуальность. Вот что пишет Анна Бизант о соотношении земного разума с высшим монасом. Разум человека можно с полным правом назвать мыслителем. И мы так и будем его называть при описании его деятельности. Мыслитель пребывает в условиях несравненно более высоких, чем наша физическая Вселенная. И поэтому он не может действовать непосредственно на свое физическое орудие мозг. Чтобы войти с ним в сношение, он отделяет часть своей сути, и эта отдаленная часть, облекаясь в астральную материю, проникает в всю нервную систему еще нерожденного ребенка, чтобы стать позднее, когда физический аппарат будет готов, его мыслящим началом. Эта часть мыслителя, именуемая его отражением, тенью или лучом, и является нашим земным разумом, низшим монасом, действующим посредством через мозговые клетки, которые он заставляет вибрировать. Таким образом, в период каждого воплощения монас раздваивается. Низший его вид, земной разум, тесно связан с низшей природой человека. Он, можно сказать, проникнут астральным началом, началом страсти, желания. А с другой стороны, он соприкасается со своим источником, мыслителем, и поистине служит мостом между земным человеком и его бессмертной сутью. Эволюция человека есть изменение потока привычных мыслей на поток мыслей более возвышенной и более прекрасной. Можно сказать, что самоосознание или совесть, о которой так все много говорят, просыпается только у размышляющего человека. У человека, живущего по догмам науки и религии, по своим догмам, шаблонам и ложным установкам, она спит, так как все это является материальными знаниями и не могут пробудить ее ото сна. А начиная думать и размышлять о своей жизни и поступках, совершенных по отношению к другим, к природе, человек более четче видит и более ощутимо и чувствует свое невежество и зло, причиненное вольно или невольно другим. Он начинает осознавать, что зло несет он в первую очередь в своих мыслях, делах, чувствах, эмоциях, настроениях. Осознание этого подвигает его к постоянному контролю над своими проявлениями астрального мира. Этот постоянный контроль над своим астральным телом постепенно преобразует негативные проявления ума в положительные качества сердца, таких как сострадание, спокойствие, терпение, добродушие, ответственность. Со временем это становится для человека нормой жизни. Я желаю вам осознания своих эмоций, мыслей, чувств. Мы продолжим разговор о телах в следующих роликах. Благодарю вас за внимание. До скорой встречи на канале Куренмазда Нью.